приветствую вас дамы и господа если вы хотели прокатиться на mitsubishi то вот вам type 63 инициативная разработка компании mitsubishi heavy industries этот танк так в релиз и не вышел в реале но вот в нашей игре он появился поскольку дальше компоновочных решений и патентов на башню этот танчик никуда не продвинулся что же такое в нашей игре type 63 это тяжелый танк премиум японские 8 уровня с двумя механиками дополнительными механика охлаждения орудия а также hydra пневма подвеска но для начала разберемся с броню этого танка здесь есть плюс огромный это его башня есть такой же огромный минус это его корпус если посмотрим броню в корпусе она очень слабая протыкается буквально пальцем нлд тонкая влд тонкая если захочешь порамбовать то еще щеки на корпусе будут тебе мешать также у нас еще имеется 30 миллиметров над гусеничная полка что очень часто будет мешать нам когда мы играем через рельеф и также трансмиссия находится спереди хоть она и не горит но ломается двигатель в нлд это очень неприятно очень часто получать крит двигателя если мы посмотрим на броню башни она очень крепкая но за счет наклона в основном при довороте башни она очень сильно теряет в броне и начинает пробиваться в щеки в маску поэтому танкует эта башня строго прямо и перекрестный огонь она не выдерживает здесь конечно нет никаких лючков но есть два крепления между маской и башней с обеих сторон там по 200 миллиметров очень тоненькие такие щели в которые можно закинуть конечно это будет происходить нечасто но мне туда уже попадали пробивали время от времени пробивается здесь маска если у врага пробитие в районе 250 то это повод для того чтобы не стоять перед ним как истукан также у нас сзади еще есть двигатель который если подставлять танчик будет успешно гореть он у меня горел уже неоднократно если подставляешь борт поэтому корпус крепким не назовешь а его внутренние модули очень легко критуются комфортным себя чувствуешь только если десантировался прям на самую вершину какой-нибудь горы и расстреливаешь орды нечисти которые на тебя несутся играя от башни от у внов кстати про увн и орудие вниз опускается на 14 градусов благодаря гидропневом подвеске вверх орудия поднимается на 9 градусов сказать что это плохо ничего не сказать это очень ужасно бывает что казалось бы стоишь на ровной поверхности орудие уже не поднимается это очень некомфортно и неприятно но у японских танков у многих с гидропневом подвеской не поднимается пушка вверх это конечно никак нам не помогает эта информация но так есть также из-за гидропневом подвески у нас еще и плохо орудие опускается на борт поскольку гидропневом подвеска у нас работает только вперед и назад хотя на самом деле гидропневом подвеска не всегда только вперед-назад наклоняется и поднимается, она еще и умеет в любую сторону наклоняться и подниматься. В интернете можно найти фотографии, как японские средние танки со своей гидропневмоподвеской наклоняются в любую сторону. На мой взгляд, гидропневмоподвеска в игре могла бы быть реализована и получше. Или хотя бы можно было бы на борт дать больше ОВНов, поскольку это не слабо комфортно, выезжаешь боком куда-нибудь стрельнуть, а у тебя просто пушка прямо торчит. Также еще мне не нравится, как в принципе реализована система гидропневмоподвески в игре, как эта механика сделана. Пока нам хватает ОВНов без гидропневмоподвески, все в порядке. Как только мы начинаем играть через жесткие рельефы и наши ОВНы начинают выходить за границы обычных ОВНов без гидропневмоподвески, начинает работать гидропневмоподвеска и понемножку рывками добавляют нам ОВНов, из-за чего в момент выстрела часто прицел подпрыгивает. А когда нам не хватает ОВНов обычных и нужна гидропневмоподвеска, нужно еще немножко подождать, пока она там начнет дрыкаться. Это очень неудобно и неприятно. И честно говоря, она больше мешает, нежели добавляет какого-то кайфа от игры. На мой взгляд, было бы удобно, если бы гидропневмоподвеска начинала работать с запасом. Никогда наши ОВНы врезаются в гидропневмоподвеску и она начинает работать, когда мы выходим за пределы обычных ОВНов. Если бы там на пару градусов она заранее начинала с запасом работать, то нам бы не приходилось наблюдать это дрыканье прицела и в момент выстрела прицел бы не подпрыгивал, поскольку подвеска все время хочет вернуться назад и следует за прицелом. Да, здесь есть нюансы, если мы хотим такую систему сделать, то нужно учесть, что пушка еще и вверх иногда хочет подниматься. Но я думаю, что тут тоже есть решение. Если мы доходим до нижнего положения ОВНов и начинает работать гидропневмоподвеска, то она начинает работать вниз с запасом. Когда мы начинаем поднимать пушку вверх прицел и он врезается в верхнюю границу ОВНов, то она начинает вверх с запасом работать. Вот в принципе и все. Мне кажется, тут какая-то логика прослеживается. Я конечно не пробовал, я только у себя в голове это представил, как оно будет работать, но мне кажется так лучше. Может конечно оно как-то будет не так работать, как я все в голове придумал, но хотелось бы попробовать. Нынешние гидропневмоподвески мне вообще не нравятся, как работают. С самого первого момента, как они появились, они доставляют только дискомфорт и они мне не нравятся, поскольку они реально мешают играть. Хотя это преподносится как фишка танка, дополнительные ОВНы, но по факту это дополнительное мучение и дополнительные ОВНы они только вниз, чаще всего вверх пушка не поднимается и на борт тоже пушка не опускается. То есть вроде бы плюс, а минусов что-то больше. Плюс дискомфорт. ДПМ у нас на чистом танке голом 2133, сведение 2.7, точность 0.4 если орудие нагрелось, если орудие остыло 0.28. 230 пробития основным снарядом ББшкой, 290 пробития специальным снарядом кумулятивом, 60 пробития фугасом, альфа 400, основная альфа 320. В принципе разогнать ДПМ до 2700 не сложно, перезарядка получается 7 с 8 секунд. Урон набивается не сложно, но размениваться от альфы конечно не совсем и хочется, поскольку альфа 320 ну не самая большая на восьмом уровне. А вот пробитие и точность в принципе радует. Да, точность 0.4 не самая конечно шикарная, но для средней и ближней дистанции для игры от башни в самый раз. Вряд ли вы с кем-то будете играть от башни метров на 500 на тяжелом танке. Также еще у нашего танка 1500 хп, обзор 380, максимальная скорость вперед 35, удельная мощность 15 с хвостиком. Танчик весит 52 тонны, то есть подвижным этот танк сильно не назовешь и скорость его вообще не соответствует броне в корпусе. Броне в башне да, но опять же в башне еще такие щеки широкие, что они в ширину всего танка практически. Такое ощущение, что за каждой щекой у нас по банке сгущенки спрятано. Чем шире башня, тем тяжелее ее спрятать и иногда по щекам получаешь. И поскольку наша башня танкует только соперников, которые находятся перед нами, это доставляет больше трудностей. В итоге, что мы имеем? Не особо быстрый танк с очень бумажным корпусом, сильно корритуется и двигатель ломается в лоб. Слава богу, что трансмиссия перестала гореть в каком-то году. Если бы еще оно и горело в лоб, это вообще была бы катастрофа. Также у нас есть еще дырявые надгусеничные полки. Небольшие дырки есть у нас еще по краям маски, там где крепится механизм качания башни. И также еще у нас есть система охлаждения орудия, которая у нас охлаждает орудие за 12,7 секунд. А перезарядка в стоке у нас 9 секунд. С оборудованием экипажем до пайками у нас перезарядка примерно 7 секунд, что в итоге приводит к тому, что чтобы получить улучшенную точность, нужно еще несколько секунд после выстрела ждать. По моей практике, этим заниматься особо смысла нет. Но если в бою такая ситуация произошла, что орудие успело остыть и точность улучшилась, но это только плюс, ничего плохого в этом нет. А пока вы там ждете лишние 5 секунд, можете по своим широким щекам получить. Или по бумажному корпусу. Вот и получается, что две главные фишки танка раскрываются далеко не в полной своей красе. Одна механика, на мой взгляд, могла бы быть реализована получше, а вторая, это охлаждение орудия, она просто есть и есть. Каждый раз ждать, когда орудие остынет полностью, чтобы улучшить себе точность, это очень сильно понерфить себе и без того не самый имбовый ДПМ с не самой большой альфой. Заниматься этим постоянно нет смысла точно. Может в некоторых редких случаях, но в целом это просто как побочный бонус, не более. В быстрых динамичных боях этот танчик показывает себя слабо, поскольку он медленный, а корпус очень бумажный. Но как я в начале видео говорил, если на высокую гору десантироваться, встать от башни и всех расстреливать, кто на нас там прет, то этот танчик может себя проявить. Самое главное, чтобы вы не оказались сами на этой горе и вас не задавили. Ну и очень важно, чтобы еще коричневые мешочки с подарками вам на голову не падали, поскольку мне очень часто прилетало по 500 от арты 8 уровня. А хп у нас всего 1500, 3 мешка с подарками и мы уже в ангаре. Танчик я плохим бы не назвал, но и имбовым тоже язык не поворачивается его назвать. Он очень сложный и некоторые вещи очень дискомфортные, связанные с гидропневмоподвеской. И не на всех картах можно найти себе место, чтобы спрятать этот огромный бумажный корпус. Конечно позиций сейчас очень много для игры от башни, но коричневым подаркометом все равно от башни вы там играете или нет. Это тоже нужно учитывать. А с нашей маленькой максимальной скоростью, пока нас арта будет гонять там по позиции, мы можем не успеть и в игру поиграть. Поэтому танчик я считаю, что вряд ли зайдет целевой аудитории, поскольку альфа маленькая, броня сложная, очень много механик, которыми нужно уметь пользоваться. Единственное, что мне реально в этом танке нравится, это то, как он в ближнем бою от башни настреливает урон. Жаль, что иногда только прицел подпрыгивает из-за гидропневмоподвески. Но атак пробитие очень классное, особенно на специальных снарядах. Танки пробиваются как масло ножом. Я бы оценил этот танк как просто норм, но очень сложный и местами неприятный. Ну и только на вершине горы он может раскидать очень много врагов, если его нельзя задавить. Оборудование на этот танк я пробовал разное. И досылатель турбина закалка, и досылатель стабилизатор вентиляции, и досылатель стабилизатор турбина. В принципе, все эти три сборки оправдывают себя. И в разных картах, в разных ситуациях можно с ними со всеми сыграть. Самое главное найти хорошую позицию от башни. Там дальше уже не суть, важно какое у вас оборудование. Можете спокойно от башни всех расстреливать. В полевой модернизации сначала выбираем сохранение набранной скорости. Затем улучшаем либо точность, либо сведение. В зависимости от того, собираемся мы ждать, пока наше орудие остынет или нет. На мой взгляд, лучше выбрать улучшенную точность и стрелять по перезарядке. Потом выбираем улучшение обзора. Вот пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok